До 4 мая необходимо предоставить декларацию о доходах, полученных в прошлом году. Отчитаться необходимо, если гражданин продал недвижимость, получил дорогие подарки, не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом теперь налогоплательщикам не нужно сдавать декларацию 3НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей или другого имущества до 250 тысяч рублей в год. Представить декларацию 3НДФЛ обязаны граждане, получившие доход от продажи движимого и недвижимого имущества, находившихся в их собственности менее минимального срока. Это 5 лет и 3 года соответственно для разных категорий имущества. Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Если же граждане хотят получить вычеты социальные, имущественные, у них срок не ограничивается. То есть они в течение года в любое время могут эти декларации представлять. Срок уплаты налога НДФЛ для тех, у кого есть обязанность в представлении декларации в уплате налога 15 июля. Если же декларация не будет представлена вовремя, то налоговая инспекция сама исчисляет сумму налога и придется ее заплатить в любом случае. Только здесь добавится пенни и штраф. Мария Соловьева после покупки квартиры решила воспользоваться возможностью и подала декларацию. Я вот обратилась сдать налог в декларацию, а мне предложили оформить доступ в личный кабинет, чтобы в следующий раз электронно уже подавать декларацию и экономить свое время личное, не приезжать в налоговый орган. Я подала налог в декларацию и в ближайшее время будет возврат мне налоговый вычет оформлен. Я получу деньги и средства на свой личный счет. Форму 3 НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ. Удобнее и быстрее декларацию также можно заполнить онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация». Она появится в тот же день в базе данных налоговой инспекции и начнется проверка. Также декларацию можно отправить по почте или предоставить лично. При этом физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны отчитываться в рамках декларационной кампании. Елена Чернявская, Сергей Баскин. События. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...